Брекзит Брекзит начался. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально запустит процесс выхода Великобритании из Европейского Союза. Письмо с официальным извещением о задействовании Британии 50-й статьи Лиссабонского договора с целью выхода из Европейского Союза будет доставлено сегодня председателю Европейского Совета Дональду Туску. Письмо доставит посол Великобритании в ЕС сэр Тим Барроу. Этот момент станет формальным началом процедуры Брекзита. После этого Тереза Мэй проведет встречу с Кабинетом министров, а затем выступит в Британском парламенте. Переговоры об условиях выхода из ЕС и будущих отношениях с Евросоюзом начнутся только после формального уведомления о выходе. В целом этот процесс должен продолжаться около двух лет. Великобритания выйдет из единого рынка, из таможенного союза и из юрисдикции судебной системы ЕС. Тем самым она лишится беспошлиного доступа к рынку Евросоюза, но может заключить с ним соглашение о зоне свободной торговли. На переговорах о Брекзит речь пойдет не только о торговле. В Великобритании проживают более трех миллионов граждан ЕС, а примерно один миллион британцев обосновался в странах Евросоюза. Сохранят ли они свои права? На бессрочное пребывание, работу, имущество, пенсии? Судя по всему, в отношении этих людей обе стороны будут стремиться к компромиссам. Куда сложнее будет договориться о долгах. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнгер объявил, что выставит Лондону счет примерно на 60 миллиардов евро. Ведь за 40 с лишним лет членство в ЕС Великобритания взяла на себя многочисленные финансовые обязательства. Это, к примеру, участие в инфраструктурных проектах, некоторые из которых закончатся лишь спустя годы после Брекзит, или выплата пенсии бывшим чиновникам ЕС. Тут речь может пойти о десятилетиях. Германский Франкфурт надеется стать финансовым центром Европы после Брекзита. Правительство и финансовые институты города на майне взялись за продвижение этой идеи сразу же после референдума Великобритании. Во Франкфурте ожидают, что в течение ближайших пяти лет из Лондона к ним переберутся европейские представители мировых банков, корпораций, инвестиционных и финансовых компаний. Мы получаем много запросов, и их все больше и больше. И все чаще к нам обращаются уже высокопоставленные люди, которые принимают решения. Это очень хороший знак для Франкфурта. Нас воспринимают всерьез. И я думаю, в скором времени будут приняты позитивные для нас решения. Представители Германии активно проводят переговоры с иностранными банками, объясняя все преимущества ведения бизнеса во Франкфурте. Это финансовая и экономическая стабильность Германии, главный офис Европейского центробанка, самая большая биржа и самый большой аэропорт континентальной Европы, развитая инфраструктура, а также схожесть с Лондоном, что сделает переезд максимально легким. По сравнению с другими городами, инфраструктура во Франкфурте очень хорошая. Конечно, мы не думаем, что уже завтра к нам переедут 10 тысяч банкиров. Мы к этому не готовы. Скорее всего, все будет проходить постепенно, органично, и город сможет соответствующим образом реагировать и развиваться. Название финансовой столицы Европы претендует не только германский Франкфурт на майне. Его конкуренты – Париж, Дублин, Люксембург и Амстердам. Власти Парижа активно ведут работу по привлечению международных банков из Лондона. Организация Paris Euro Place продвигает Париж в качестве международного финансового центра. Во французской столице отмечают, что Франкфурт имеет много преимуществ, однако сильно уступают Парижу в том, что касается исторического наследия, культурного досуга и вообще стиля жизни. В Германии арестовали бывшего боевика «Талибана». Это 30-летний гражданин Афганистана. Его задержала полиция в Баварии. Сотрудники правоохранительных органов обвиняют его в том, что будучи членом группировки «Талибан», он участвовал в убийстве 16 человек в Афганистане. У прокуратуры Карл Сруя есть данные о том, что в 2002 году он примкнул к группировке «Талибан», а спустя два года стал полевым командиром отряда, который нападал на солдат афганской армии и военнослужащих международных миссий. В одном из нападений на колонну военной техники боевики «Талибана» использовали противотанковые гранаты. Тогда погибли 16 человек, среди которых мирные жители и американские военные. Однако в 2008 году арестованный афганец вышел из рядов «Талибана», а бывшие соратники вынесли ему смертный приговор. В Германию он попал в 2011-м, прибыв в числе беженцев по балканскому маршруту. По всей России началась новая волна акций против повышения дорожных тарифов для грузовиков в рамках системы «Платон». По данным организаторов, к протесту присоединилось не менее 10 тысяч дальнобойщиков. В Ленинградской области, в 70 километрах от Санкт-Петербурга, десятки фур остановились вдоль дороги. Водители говорят, что не сдвинутся с места, пока систему не смягчат или не отменят вовсе. Протестную акцию организовали, несмотря на то, что 24 марта правительство объявило о смене тарифного плана и повышение платы с апреля не на 50, а на 25%. По словам участников, это попытка привлечь внимание властей к проблемам большинства россиян, так как увеличение тарифов приведет к подорожанию всех товаров, говорит водитель Сергей Овчинников. У нас все уже, вариантов больше не осталось, как воздействовать как раз на экономику страны путем остановления автогрузоперевозок. Вся экономика у нас работает с колес сейчас. Системой Платон управляет компания, принадлежащая Игорю Ротенбергу, сыну миллиардера Аркадия Ротенберга, которого называют близким другом Владимира Путина, говорит дальнобойщик Константин Синицын. Сейчас система Платона опять Ротенбергу. Окружение Путина денег, силовики, вояки. Сколько можно денег-то, ребята, воровать, как говорится, бабки? 12-13 тысяч пенсию детки получают. К протестам присоединились водители из Санкт-Петербурга, Татарстана, Приморья, Амурской области и других регионов. Год назад российские дальнобойщики уже выходили против Платона. Тогда власти снизили тарифы и отложили их повышение на неопределенный срок. 16-летний обладатель черного пояса под Хэквондо из Боснии и Герцеговины на минувших выходных установил новый мировой рекорд. Ему удалось всего за 35 секунд разбить головой 111 бетонных блоков. Чтобы повысить скорость выполнения трюка, Керим Ахмед Спахик крошил строительные материалы в кувырке. Кирпичи были уложены в 20 стопок по 6 штук. Однако не все они поддались напору головы школьника. Тем не менее, количества разбитых блоков хватило, чтобы установить мировой рекорд, который тут же зафиксировали присутствовавшие в зале представители книги Гиннесса. Завершив выполнение трюка, Керим, пошатываясь, сказал, что у него еще остались силы. После этого он поблагодарил тех, кто помог ему установить этот рекорд – своих родителей и тренера под Хэквондо. На первый взгляд, это самые обыкновенные женские балетки. Но каждая пара этой яркой обуви сделана из использованных пластиковых бутылок. Экологичный стартап запустили в Сан-Франциско. Идея перерабатывать отходы таким образом пришла в голову двум дизайнерам – Роту Мартину и Стефану Хоторн-Вейту. Четыре года назад. О технологии рассказывает Рот Мартин. Для нас это был просто способ избавиться от такого повседневного мусора, как пластиковые бутылки. Мы обеззараживаем их, промываем горячей водой, затем их измельчают в стружку, из которой получается очень мягкое волокно. Затем это волокно загружается в вязальную машину, для которой команда разработала компьютерный алгоритм, минимизирующий отходы производства. Получившуюся верхнюю часть обуви прикрепляют к подошве из эко-резины. Надоевшие или изношенные туфли можно бесплатно отправить обратно в компанию, где их переработают и снова пустят в производство. Бренд Roffice Shoes уже успели полюбить в США. С тех пор, как несколько лет назад марку заметила актриса Гвинет Пелтроу, дизайнерам пришлось значительно расширить производство в связи с резким ростом спроса. Небольшой двухэтажный дом, в котором провел свое детство Дональд Трамп, был продан с аукциона за 2 миллиона 140 тысяч долларов. Покупатель пожелал остаться инкогнито. Здание в Нью-Йоркском районе Квинс, общей площадью 185 квадратных метров, построил в 1940 году отец нынешнего президента США Фред Трамп. В доме пять спален и четыре ванных комнаты. Есть камин и зимний сад. В декабре прошлого года его приобрел риэлтор Майкл Дэвис за 1 миллион 390 тысяч долларов. Ему удалось продать его с молотка с 50-процентной выручкой. В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп говорил, что хотел бы купить дом, в котором прошло его детство, потому что оно было очень хорошим. В администрации президента продажу здания пока никак не прокомментировали. Отец Дональда Трампа заработал свое состояние, начав строить дешевое семейное жилье в нью-йоркских районах Бруклин и Квинс еще до начала Второй мировой войны. Его сын решил сменить направление развития бизнеса, переключившись на дорогую недвижимость на Манхэттене, а затем и по всему миру. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового Время. m-c.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова